ребята сейчас связался в очень плохую игру и для того чтобы из нее выбраться я должен вас кое чем спросить правда или действие всем здорово чуваки вы находится на канале мишарин меня зовут сергей и сегодня мы с вами повторим один интересный эффект из фильма правда или действия думаю многие из вас смотрели этот фильм я честно говоря смотрел его давненько но вспомнил об этом эффекте и подумал а почему бы не рассказать вам как делается этот эффект потому что смотрится он довольно эффектно но на деле он не такой уж и сложный и каково было мое удивление когда я не нашел ни одного урока на ютубе именно об этом эффекте это очень странно потому что фильм довольно известный но почему-то эффекта никто такого не делал я нашел всего лишь один урок на американском ютубе где человек просто взял и сделал урок о том как сделать такой эффект на примере одной фотографии но я сделаю это на видео и покажу вам как добиться такого же эффекта так что погнали чтобы сделать этот эффект на понадобится программа adobe after effects потому что вода премьер не настолько развит функционал для таких манипуляций так скажем поэтому давайте перейдем в программу сейчас мне на таймлайне есть вот этот отрывок который увидели в самом начале этого видеоролика я тут сделал специально такое лицо как видите эту говорю говорю и такой и смотрите на мое лицо вот такое зловеще минимально зловеще так скажем лицо и сделал сейчас на примере моего лица лицо на промить на примере моего лицо будем делать этот самый эффект сейчас мы должны выбрать самое главное тот момент Когда у нас меняется лицо Так, допустим, начало мы обрежем Ну, где-то вот тут Ctrl-Shift-D нажимаем И у нас дорожка автоматически обрезается Начальная часть вот эта нам не понадобится Мы будем работать сейчас со вторым кусочком Давайте этот кусочек поместим сейчас в композицию Нажимаем Ctrl-Shift-C Выбираем второй вариант И пишем, не знаю там Серега! Ой, Серега! Окей, все, наше видео в композиции Для начала нам нужно будет воспользоваться трекингом И я думаю, что к левому моему глазу Вот к этому не особо-то что-то и привяжется Потому что оно довольно такой темное И как-то в темноте все находится Давайте поэтому немножко на этот кусочек пока что Пока что добавим экспозиции Заходим в композицию Можно выбрать просто временно кривые Допустим, вот так вот сделаем Все, здесь у нас все изменилось И сейчас давайте с самого начала Начнем наш трекинг наших глаз Правой кнопкой нажимаем на композицию Track and Stabilize, Track Motion И в новом окне мы сейчас видим здесь вот такой вот Track Point То есть точка, которая будет у нас привязываться к чему-либо Но для начала мы должны сделать следующее Внизу справа во вкладочке Tracker Как видите, у нас есть вот такие вот три галочки Position, Rotation и Scale Как видите, галочка сейчас стоит на слове Position То есть сейчас у меня трекер будет двигаться только по позиции Если я к камере приближаюсь, там поворачиваю голову, там наклоняю, точнее влево-вправо Для этого нам нужно будет воспользоваться еще и Rotation поворотами и Scale увеличение А в данном случае у меня задействовано все То есть я и приближаюсь к камере, и как-то наклоняю головой Поэтому мне нужна и позиция, и Rotation, ставим галочку, и Scale тоже самое Все, теперь появляются у нас два трекера Первый TrackPoint, например, я ставлю на левый глаз, а второй на правый глаз Для того, чтобы у нас трекер лучше притречился, нам большую часть нужно вот так вот растянуть Примерно до краев глаз А внутреннюю прям вот зрачок целый возьмем И то же самое делаем с первым трекером Вот так вот, и целый зрачок Теперь нам нужно создать нулевой объект Правой кнопкой нажимаем на пустой timeline И New Null Object Он пока что есть для того, чтобы потом мы к нему привязались Поэтому сейчас переходим опять в нашу композицию Нажимаем на нее Жмем здесь в откладочке Analyze, как видите, есть Play То есть если мы изначально ставили трекеры в самом начале видео То Play мы жмем вправо Если мы, допустим, ставили наши трекеры в конце видео Соответственно, жмем Play влево Я думаю, все понятно Сейчас жмем Play И смотрим на мои глаза, как за ними следят трекеры Ну в данном случае вроде бы довольно все неплохо идет И привязывается очень даже хорошо Если как здесь, например, с правым глазом у меня трекер немножко съехал вправо Как видите, ничего страшного Этого заметно особо не будет Нам главное сейчас притречиться именно глазам Вот, как видите, у меня глаз слева очень темный И трекер скачет лево-вправо Чуть-чуть совсем Но это тоже незначительно Поэтому в целом у нас все идет довольно неплохо Трекинг у нас закончился Теперь мы жмем здесь во вкладочке Tracker Edit Target кнопочку И в появившемся окне выбираем 0, 1 То есть тот нулевой объект, который мы создали Нажимаем ОК И теперь жмем кнопочку Apply внизу справа Здесь стандартно выходит X and Y Выбираем и ОК Отлично, с трекингом мы закончили И мы сейчас привязали один нулевой объект к моему левому глазу Поэтому сейчас нам нужно сделать следующее Мы создаем Adjustment Layer Допустим, обрезаем вот так же на начале нашего кусочка Можно и не обрезать на самом деле Но я для удобства себе обрежу И заходим теперь в Effect, Distort И выбираем Bulge Эффект такой, Bulge Надеюсь, я правильно говорю, но вроде как Bulge Смотрите, что этот эффект делает Если я подвигаю, вы увидите такую вот лупу Что-то похожее на лупу На лупу или на лупу Я не знаю, как правильно Если вы знаете, напишите в комментариях И теперь мы наводим этот кружок на мой глаз Как видите, он такой становится большой Видите, прям, ух, это слишком жестко И прямо явный круг нам не нужен Нам нужен овал Потому что, ну, глаза же у нас не круглые, а овальные И поэтому здесь есть такие четыре точки За которые мы можем тянуть И создавать, допустим, какой-то овал Либо вертикальный, либо горизонтальный и так далее Но сейчас я подгоняю этот овал Примерно под размер моего глаза Вот так отлично Все И как видите, у меня глаз слишком гигантский получился Давайте немножко уменьшим интенсивность этого увеличения Для того, чтобы изменить интенсивность этого увеличения То есть, насколько глаз мой выпуклый будет Нужно изменить параметры bulge height Можно его раскрыть И примерно вот так вот уменьшать значение Я думаю, наглядно видно, как уменьшается мой глаз Если я уведу прямо в самое низкое значение Мой глаз будет слишком маленьким Не знаю, как в мультиках каких-то Так как стояло единицы, это слишком много Где-то 0.6 примерно поставим И я думаю, наглядно видно, как у меня увеличивается глаз И теперь нужно сделать так, чтобы этот эффект следил за моим глазом Для этого нам нужно сделать следующее В Adjustment Layer находим эффект bulge Открываем его И здесь мы видим позицию нашей точки Вот bulge center То есть, это вот эта точка центральная на нашем эффекте Мы должны ее сейчас привязать к нашему нулевому объекту Для этого нам нужно сделать следующее Мы берем Выбираем null Нажимаем английскую P И видите, наша позиция Вот, здесь есть куча ключей, которые при трекинге создались Теперь нам нужно взять наш bulge center И за вот эту завитушечку потянуть и перетащить на position Все Теперь у нас эффект вот этого увеличения привязался к моему глазу Как видите, он будет постоянно следить за моим глазом То есть, он никуда не съезжает Все отлично работает Один глаз есть Теперь нужно сделать то же самое со вторым глазом Опять же, берем, переходим на начало нашего видео Правой кнопкой Track Stabilize Track Motion Но уже первый трекпоинт мы привязываем ко второму глазу Также галочки называем поставить rotation и scale Первый трекпоинт на этот глаз Второй трекпоинт на этот глаз Делаем все абсолютно то же самое И я думаю, что я не буду сейчас это все комментировать Я просто это ускорю Все Теперь мои глаза гигантские И они будут у нас в движении постоянно вот такими вот большими Да, слушайте, это очень забавно смотрится То есть, если я покажу Было Стало Было Стало Ну, слушайте По-моему, довольно прикольно Ну и теперь нам нужно сделать так, чтобы наши глаза постепенно начали увеличиваться То есть, если они были вот такие и вдруг стали Бам-бам Вот такие вот большие Но это что-то как-то не совсем то, что нам нужно Поэтому давайте Сделаем наше увеличение Надо определиться, когда у меня глаза будут большими То есть, например, не знаю, вот в этот момент Когда я приближаюсь к камере, да Перед тем, как я начинаю говорить Примерно вот тут Нам нужно поставить ключик на значение bulge high Примерно вот в этом моменте Допустим, здесь ставим ключик на 0.6 И у второго глаза то же самое Bulge ключик на 0.6 Теперь определяемся с тем моментом, где у меня глаза не увеличены То есть, сейчас мы берем И, допустим, я что-то договариваю, да Примерно Примерно вот тут И ставим значение 0 И второй глаз тоже 0 При помощи клавиши control выбираем наши adjustment лейеры И нажимаем английскую кнопочку U У нас появляются наши ключи Мы их выбираем вот так вот Правой кнопкой мышки Easy is Либо клавишу F9 на клавиатуре Будет то же самое Теперь мы сделали наши ключи плавными И теперь у меня будут плавно увеличиваться мои глаза При приближении к камере Даже можно еще чуть-чуть сдвинуть вот эти вот ключи дальше Вот примерно так И давайте смотрим, что у нас получилось Мне страшно стало на самом деле Довольно прикольно Давайте даже я значение на 0.7 даже поставил Еще чуть-чуть глаза увеличим Все, вот такие вот большие глаза Очень прикольно Не забывайте сохранять свой проект Потому что Adobe не очень стабильные программы Они бывает вылетают У меня на самом деле очень частенько такая фигня бывает Поэтому не забывайте Иначе вы просто потеряете кучу времени Ну что же, эффект увеличения глаз у нас был довольно простой Сейчас будет чуточку посложнее Но перед этим хочу вас попросить подписаться внизу на канал И поставить лайк, если вам действительно урок полезен И вам нравится то, что я делаю Ну а мы идем дальше Сейчас нам нужно сделать что-то с моей улыбкой Потому что в фильме она довольно сильно растягивается И от этого в совокупности с глазами становится довольно-таки жутко Я вам скажу Знаете, лично для меня этот эффект как какой-то пугающий Так и интересующий какой-то Не знаю, мне и нравится и страшно в то же время Это очень прикольно выглядит Ну давайте попробуем сделать мою улыбку Получится ли у меня как в фильме? Сейчас посмотрим Слушайте, после увеличения глаз Теперь мои глаза окажутся мне слишком маленькими Теперь во вкладке Effect В Distort находим эффект Liquify Так как по Rotation, Scale и позиции мы привязаны именно к одному из глазов Значит мы должны здесь же выбрать центр Допустим, либо правый глаз, либо левый То есть выбираем, например, вот этот глаз Ну и теперь я буду искажать свой рот В Liquify мы выбираем вот этот вот палец И как видите, есть такой вот круг И при помощи зажатой клавиши Ctrl Мы можем либо влево, либо вправо мышкой вводить Тем самым уменьшая, либо увеличивая круг Этот круг будет искажать картинку Например, если я сделаю вот так Как видите, у меня искажается именно то место, где я провожу этим кругом Да, есть что-то похожее в Photoshop Но здесь это можно еще и анимировать Это очень круто И давайте сейчас выберем кадр Я, например, буду искажать его здесь И вот так аккуратненько, потихонечку, по чуть-чуть мы искажаем Главное не переборщить, потому что иначе получится слишком смазанно и не особо естественно Ну, конечно, и так неестественно Но мы стараемся получить какой-то похожий эффект на тот, который был в фильме Что-то примерно вот такое Мне даже самому страшно становится И теперь давайте переименуем adjustment, например, растяжение Чтобы понимать, что этот слой отвечает за растяжение моей улыбки, так скажем И сейчас открываем вкладочку растяжения Находим эффект liquify Также его раскрываем И distortion mesh offset мы должны привязать к нашему первому глазу Почему к первому? Потому что мы точку ставили именно на первый глаз Я думаю, это понятно Все, теперь открываем позицию первого глаза И distortion mesh offset привязываем к первому глазу Вот так Давайте сейчас определим, где у нас стоял ключ с глазами Вот примерно вот здесь И теперь в этом месте мы ставим ключик на distortion perc... Что? Percentage Percentage И теперь мы в эффекте liquify находим вкладочку distortion percentage или percantage Не знаю, как правильно И ставим здесь ключик Видите, 100% стоит Сейчас переходим на тот ключ, который у нас был изначально И ставим здесь 0% Жмем английскую кнопочку U Выделяем также эти два ключа Правой кнопкой easy is Все, опять ключи у нас плавные Давайте еще раз обрежем Adjustment layer И давайте сейчас это все просчитается И посмотрим, как вообще изменяется мое лицо И насколько это прикольно выглядит Ну, довольно-таки неплохо, кстати Единственный минус это вот левая щека Она какая-то не особо у меня естественная получилась Давайте перейдем на тот момент, где у меня щека вот задирается сильно И также палец убираем и немножко исправляем это Примерно вот так Ну, вот так уже лучше И еще раз посмотрим Ну, вот теперь это выглядит уже как надо Сейчас можно, конечно же, убрать ту самую цветокоррекцию, которая была И уже оставить ее вот здесь вот так Ну и остается накинуть уже какую-нибудь цветокоррекцию И наслаждаться результатом Надеюсь, что вам выпуск понравился Если он был вам полезен, поставьте обязательно лайк Не забудьте подписаться на канал, колокольчик тоже не забывайте нажать И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok